Уважаемый дорогой слушатель, вашему вниманию третий спектакль из серии «Беседы за чаем в семье Погребенниковых». Все аудиоспектакли по мотивам произведений Евгения Дубровина и большие его работы в виде аудиокниг вы можете прослушать в отдельном плейлисте на ютуб-канале «Актер Костя Суханов». Плейлист так и называется «Евгений Дубровин с любовью из СССР». Приятного прослушивания! Мы начинаем! Евгений Дубровин. «Беседы за чаем в семье Погребенниковых». Беседа третья. Что такое современность с точки зрения современности? «Сегодня пирог похож на пресноводную черепаху». Виктор Степанович ковырнул ножом подгоревший пирог и поморщился. «А ты видел пресноводную черепаху?» «Младший Погребенников перестал пить чай и уставился на отца. Это не имеет значения. Я знаю, что пресноводная черепаха имеет форму пирога и что она черная. Этого вполне достаточно». Чтобы иметь право сравнивать, надо обязательно видеть предмет, с которым сравниваешь. Иначе это нечестно. «Получается, что ты сознательно обманываешь человека, давая ему представление о предмете, который сам в глаза не видел». «Ну, я составил себе образ пресноводной черепахи по книгам и телепередачам в мире животных. Это очень надежные источники, и поэтому я вполне имею право передавать образ черепахи другим людям. И вообще, перестань умничать, ты слишком много стал на себя брать». «В каком смысле?» «Во всех». «Это надо понимать так, что мне нельзя иметь собственное мнение?» «Меньше болтай, а больше слушай. Вот как раньше говорили старики таким недорослям, как ты». «Это было давно, когда они изобрели даже телевидение». «При чем здесь телевидение? Старики, к твоему сведению, смотрят телевизор еще больше, чем ты». «Да, но они смотрят для отдохновения. А для нас телевидение – это информация и средство коммуникации. И ко всему прочему». «Мы в равных условиях. Они смотрят то же самое, что и мы. Если показывают пресноводную черепаху...» «Оставь черепаху в покое!» «Почему?» «Потому что есть другие темы для разговора». «Но мне хочется говорить именно про черепаху». «Я тебя запрещаю». «А если я буду говорить про пресноводную черепаху?» «Тогда... тогда увидишь». «Применишь физическую силу?» «Возможно». «Что ж, я готов». «Тебе придется худо». «Знаю, но я готов хоть на костер за идею». «Я ж чего захотел на костер. Буду я с костром возиться из-за такого сопляка. Просто получишь по уху». «Мужчины, перестаньте ссориться». Ира Ивановна подошла с большим хозяйственным ножом к пирогу и сделала попытку его разрезать. Пирог заскрежетал, как сковорода, когда ее скоблят. Но не поддался. «Выбрось этот пирог. Ведро для пищевых отходов». «Я тебе выброшу, паршивец». Хозяйка сделала новую попытку пробиться к сердцу пирога. «Я столько сил в него вложила». «Да, но если он сгорел». «Будешь есть горелый». «Нелогично». «Пирог сгорел из-за тебя». «Из-за меня?» «Да. Я его пекла под впечатлением от вчерашнего родительского собрания. Потому он и сгорел». «Разве вчера было родительское собрание?» «Да, когда ты пьянствовал со своими приятельницами». «Не приятельницами, а приятелем и не пьянствовал. Выпил две рюмки коньяку». «Меня не интересует подробности твоих похождений». «У тебя просто плохое настроение из-за этого пирога. Ты же знаешь, что Гаррика я ждал целый месяц. Он привез мне для опытов целый килограмм жуков. Он месяц лазил из-за них по деревьям в Кабардино-Балкарии. Виктор Степанович обиженно поджал губы». «Ну хорошо, хорошо. В общем, когда ты любовался своими жучками, я краснела на родительском собрании». «Опять что-нибудь выкинул?» Нахмурился папа и грозно посмотрел в сторону сына. Тот сделал вид, что взгляд к нему не относится. «На этот раз речь шла о санитарном состоянии этих оболтусов. Месяцами не стригут головы, если эти кошмарные сооружения можно назвать головами». «Наш упоминался?» «В числе первых. Я сквозь землю была готова провалиться. Да ты сам посмотри. Разве он похож на нормального человека?» Ученый поднял взгляд от тарелки и внимательно осмотрел своего сына. Младший погребенников в самом деле не представлял собой эстетического зрелища. Волосы на его голове слиплись и торчали клочками. На макушке поднимался вихор, длинный, неуклюжий, похожий на куст чертополоха. Спереди чуб полностью закрывал лоб почти до носа, и глаза младшего погребенникова сверкали, как глаза какого-то зверька, выглядывающего из закопной сена. «Ты почему не стрижешься?» «Нет еще срока. Я не стригся всего полтора месяца. На классном собрании постановили стричься один раз в два месяца». «Что за бред?» — воскликнул Виктор Степанович. «Какой дурак принимает такие постановления?» «Это правда. Они вынесли такое решение. И то, слава богу, а то некоторые индивидуумы не стригутся по полгода. Приходилось школьному руководству прибегать к санкциям. Пригласили в школу парикмахера. Крик, вопли, шум. Вот тогда они и приняли сами такое решение. Может, ты отведаешь пирога? Он внутри совсем хороший». Энтомолог машинально взял протянутый кусок пирога, понюхал его, сморщился и сказал. «Абсурд! У одного волосы растут быстрее, у другого медленнее, а одному идут длинные волосы, другому нет. И потом, кто будет следить за сроками?» «У них есть специальный комитет определения прически, сокращенно СКОП». «Чёрт знает что!» – воскликнул папа погребенников. «И что они каждого фиксируют?» «Каждого? Я член СКОПа!» – гордо заявил Славик. «Мы завели такую тетрадь, и секретарь СКОПа отмечает, когда кто пострижётся. Мне ещё 11 дней до срока». «Почему же тогда тебя упоминают?» «Потому что наш классный руководитель не признаёт СКОПа. Старая и отсталая женщина». «Вот и я не признаю ваш этот СКОТ!» Виктор Степанович хлопнул ладонью, но попал не по столу, а по пирогу. И тот отозвался железным скрежетом. Сын засмеялся. Да, продолжал папа погребенников, облизывая измазанную вареньем ладонь. «Я считаю, что энергию, затраченную на работу этого комитета волосатиков, следует потратить на повышение балла успеваемости. Я вывожу тебя из этого самого и посылаю в парикмахерскую. Сегодня же, как только попьёшь чай». Правильно, давно бы так. «На каком основании?» «На том основании, что я твой отец». «Ну и что? Что отец? Это твоя обязанность. Твои родители себя тоже кормили, и ты должен меня кормить». «Родители меня не кормили. Когда отец воевал, я кормил семью, понял? В твоём возрасте. Когда отец пришёл, мы с ним вдвоём построили дом. Когда отец умер, я пошёл учиться. Днём учился, вечером разгружал вагоны и на это жил. И не только жил, но и посылал деньги больной матери». «То были другие времена. Уж не хочешь ли ты, чтобы я ночью разгружал вагоны, а по утрам снабжал тебя мятыми десятками?» «Сын ехидно посмотрел на отца». «Мать, приготовь мне спецовку. Сегодня ночью я двину разгружать вагоны. Остричься всё равно не пойду раньше времени». «Энтомолог покраснел. Ты уже в запущенном состоянии. Тебе надо просто-напросто врезать, чтобы ты что-то понял». «Врезать? Легко. Ты меня убеди». «Марш в парикмахерскую, а то сейчас схлопочешь». «Что, не хватает аргументов?» «Виктор Степанович покраснел ещё гуще. Считаю до трёх. Раз». «Ни за что не постригусь раньше срока. Это дело принципа. Я член скопа и должен подавать пример». «Два». «Если ты зарабатываешь деньги, это ещё не значит, что ты умнее меня. И можешь приказывать, не приводя никаких аргументов. Времена волюнтаризма прошли. Ты мне сначала докажи, что длинная прическа – это некрасиво. Если докажешь, я сам пойду и постригусь. Хоть под полубокс. Ты только докажи, что полубокс – вершина красоты». «Полубокс гигиеничен». «Зато при полубоксе торчат уши». «Ну и пусть торчат». «Уши у меня длинной формы, а голова круглая. Поэтому необходимо уши прикрывать. Это называется дизайн головы. При полубоксе я буду похож на буддийского ламу». «А сейчас ты похож на мопса». «Это с вашей точки зрения». «А какие ещё есть точки зрения?» «Наша». «То есть ваших девчонок?» «Причём здесь девчонки? Точки зрения с точки зрения современности». «Разве мы с отцом не современные?» «Почему же? Современные, но не на таком уровне. Сказывается возраст, семейные заботы». «Мне нет ещё и сорока». «Ты очень много даёшь времени работе. Ты мало читаешь, почти не ходишь в кино, не общаешься с интеллигентными людьми». «Что? Я не общаюсь с интеллигентными людьми?» «Я ж тебя не виню. Просто по роду своей работы ты вынуждена общаться с браконьерами. А их духовный мир, как известно, к сожалению, оставляет желать лучшего». «Вика, ты слышишь, что он говорит?» «Он, оказывается, считает нас неандертальцами». «Слово неандерталец?» «Здесь не упоминалось. Зачем же передёргивать?» «Мы с тобой вкалываем, кормим его, поем, одеваем, даём образование. А он, вон, кем нас считает?» «Жабами!» «Нам, оказывается, ещё расти и расти до его уровня. Отец, что ж ты молчишь? Пусть знает, кто здесь хозяин. Он, наверное, думает, что он здесь хозяин». «В современной семье нет хозяина. И прошу тебя, мать, без эмоций. Эмоции не добавляют аргументов». «Как это нет хозяина?» «А так, мы все должны быть на равных началах». «Что за чушь ты несёшь? В семье должен быть глава. Иначе кто будет принимать решение?» «Это в отсталых семьях. Принцип единоличия. В современной же семье перед каждым решением должна быть проведена дискуссия. Побеждает тот, кто приведёт в свою пользу больше аргументов». «Отец, ты слышишь, что он несёт? Он, наверное, считает, что мы неправильно выносим решение. Неправильно, да?» «Ну, не всегда правильно». «Например? Ну?» «Молодой Погребенников поморщился». «Да не кричи ты так, мать!» «Не расходуй попустую нервную энергию. Работай больше умом. Мозг от работы не перенагревается, а сердце зачастую подводит. Например, вот, пожалуйста, с этой стрижкой. Длинная прическа уже признана во всём мире. Она красива, элегантна и практична, так как бережёт хозяину время и деньги. Вы же заставляете меня сменить её на полубокс. Прическу, лишённую эстетичности, дорогую и негиеничную, так как в коротко остреженные волосы постоянно набивается пыль и пух». «Пух-то откуда?» «Тополиной». «Отец, ты что сидишь? Уши развесил. Он издевается над нами, а ты глазами хлопаешь». «Три». «Когда я стану отцом?» Продолжал Славик, сделав вид, что он не услышал слова «три». «У меня в семье будут другие порядки. Я не стану никому навязывать своего мнения». «Я долго буду ждать!» Крикнул папа погребенников и за всей силой ударил кулаком по столу. Удар пришёлся как раз по блюдцам. Осколки веером разлетелись по кухне, как взорвавшийся в верхних слоях атмосферы болит. Славик и Ира Ивановна инстинктивно пригнулись. «Вон в парикмахерскую!» «Только через 11 дней!» «Может быть, если бы Славик кричал, горячился, даже наскакивал на отца, Виктор Степанович не пошёл бы на рукоприкладство. Но младший погребенников сидел с таким невозмутимым видом, словно он здесь был профессор и принимал экзамен от несмышлённых студентов. Возможно, этот самоуверенный вид и вывел папу погребенникова из себя. Кандидат наук Виктор Степанович Погребенников размахнулся и ударил своего сына по уху. Удар был не сильный, но получился очень обидным, так как прозвучал звонко на всю кухню. О нём можно было сказать «сочная оплеуха». Младший погребенников вскочил и рванулся в сторону отца, однако зацепился за угол стола и отскочил к плите, как волейбольный мяч. Ухо его горело. «Давно бы так!» «Может быть, маме не стоило этого говорить в данный момент?» Оскорблённый физическим действием член скопа нагнул голову и, как молодой бычок, бросился на Виктора Степановича. Энтомолог выставил вперёд кулак. Член скопа наткнулся на кулак, обхватил его руками и, повиснув всем телом, стал со злобой загибать кулак полу. «Мало ещё каши ел, чтобы с отцом справиться!» Опять спадала голос мама Погребенникова. Во время схватки никогда не надо подначивать. Славик с ещё большей яростью навалился на кулак. Старший Погребенников весь налил сокровью, но не сдался. И тогда Славик применил детский приём. Он укусил отцовский кулак. «Ух ты, мерзовец!» Взревел он томолог и инстинктивно отскочил в сторону. Член скопа тотчас же воспользовался обстановкой и прошмыгнул в открытую дверь. «Стой!» Зарал отец. Сын промчался по коридору и юркнул в ванную. Заскрежетала задвижка. Виктор Степанович, бежавший за сыном следом, чуть не получил удар дверью по лбу. «Открой!» «Пам, открой!» «Дверь выше, бог!» Разгорячённый Виктор Степанович навалился плечом на дверь. Та не поддалась. «Открой немедленно! Если сорву дверь, я за себя не ручаюсь!» «Срывай!» Кандидат наук отошёл назад, чтобы разбежаться и вышибить дверь сходу. «Ты с ума сошёл! Кто же ломает дверь? Где я найду мастера?» «Этот мерзавец укусил меня, представляешь? Укусил родного отца!» «Да если бы я укусил своего отца!» «Успокойся! Если захочет, вылезет! Он привык питаться строго по часам!» «Успокойся! Пойдём пить чай!» Супруги Погребенниковы ушли на кухню. «Надо коренным образом менять с ним отношения, иначе это ни к чему хорошему не приведёт, вырастет хулиганом!» Энтомолог постучал себя кулаком по лбу. «Ах, дурак! Это я во всём виноват! Зачем, ну зачем я связался с этой диссертацией?» Ира Ивановна погладила мужа по плечу. «Твоя диссертация нужна людям!» «Людям нужен мой сын, а не диссертация! Хотя бы ты не работала!» «Мы бы тогда не прожили!» «Прожили! Ещё как бы прожили! Не купили бы лишний сервиз, лишний ковёр, а прожили бы! Зато сын был бы! Сыном!» «Конечно! Тебе очень бы хотелось заключить меня в четырёх стенах, превратить в старую бессловесную прислугу! Сын бы у тебя был, а жены лишился бы!» «Жена!» «Что? Может, я виновата?» «Может, и ты! Ты подогревал во мне честолюбие! Тебе была нужна диссертация, а не мне! Вернее, деньги, положение, квартира!» «А тебе это не было нужно? Значит, по-твоему, надо было не работать, есть не зная что, жить не зная в чём, вать не зная на чём, и только воспитывать, воспитывать этого лохматика? В лесу, что ли, его надо было воспитывать? В берлоге? Носить ему червячков?» «Не надо было выезжать из деревни!» «Ха-ха-ха! Выходит, правильно воспитывать ребёнка можно лишь в деревне? Значит, долой города? Все в деревню? Так получается, по-твоему?» «Нет, дорогой, нечего на город валить, да на диссертацию! Ты сам во всём виноват! Твой мягкий характер! Разве таким может быть отец? Отец должен быть строгим, меньше рассуждать, а больше действовать!» «Я охотно был бы строгим, если бы ты мне не мешал, перебил жену, Виктор Степанович! А, по-моему, всё дело в твоём характере! Он очень континентальный, то жарко, то холодно! И потом, ты не смогла подняться над ребёнком! Вы вроде как брат и сестра!» «Только отец — это он, а сын — это ты!» «Я? Сын?» «Да, ты сын! Мягкий, добрый, послушный сын! Сынишка-шалунишка!» «Я?» «Да, ты!» «Сынишка-шалунишка!» «Сынишка-шалунишка!» «Живодёры! Живодёры!» Раздалось совсем явственно. Ира Ивановна не успела опомниться, как Виктор Степанович сорвался со стула, промчался по коридору и ударил плечом в дверь. Дверь затрещала. «А ещё считают себя интеллигентными!» «На помощь! На помощь!» «Опомнись! Ты что мелешь?» «На помощь!» «Караул! Убиваю!» Дверь сорвалась с петель и упала внутрь ванны. Виктор Степанович вылетел вместе с дверью головой вперёд. Младший погребенников стоял возле ванны, держа в руках душевой шланг. «Не подходи!» Выдохнул энтомолог, отшвыривая в сторону сорванную дверь. Глаза его горели. «Пришла тебе крышка, мерзавец! Расплатишься за всё!» Кандидат наук, растопырив во руки, как Василиск в сказке, двинулся на сына. В лицо его ударила струя воды. «Ах ты!» Виктор Степанович замахнулся, чтобы немедленно покарать негодяя, но тут на мужа бросилась Ира Ивановна. «Витя, не смей бить его! Покалечишь!» Мама погребенникова обхватила мужа за шею. Тот сделал стряхивающее движение, но жена осталась висеть. Отпрыск продолжал поливать родителей водой. Их одежда намокла, и постепенно супруги стали превращаться в скульптурную композицию. В это время в прихожей раздался звонок. Семья погребенниковых замерла. Только продолжала журчать вода. Первая опомнилась Ира Ивановна. Она торопливо пригладила мокрые волосы, вытерла лицо полотенцем и пошла в прихожую открывать. Младший погребенников выключил воду. Отец и сын стояли, ожидая дальнейшего развития событий. Это была соседка. Из прихожей донеслись голоса. «Кто-то звал на помощь. Вам показалось. Я стирала? И, возможно, шум? Нет. Я совсем явственно слышала крик. Может быть, это по радио? Радио у нас выключено. Не знаю. Мы ничего не слышали. Может быть, это у Красиковых? Сейчас хожу, узнаю. Прямо так явственно. На помощь, на помощь. Удивительная история. Да, странная. До свидания. Всего доброго. Заходите. Вы тоже заходите». Хлопнула дверь. Соседка ушла. Энтомолог снова злобно взглянул на сына, готовясь к дальнейшим действиям. Сын опять ухватился за шланг, но тут в ванную ворвалась Ира Ивановна. «Старый дурак! Гоняешься за ребенком по всей квартире, как сумасшедший. Дверь сломал. Где теперь я мастера буду искать? А ну, марш за мастером в фирму Заря!» «Дожили. Соседи уже стали прибегать. А ты чего стоишь? Бери тряпку и вытирай свое безобразие. Не соскучишься с этими мужиками». Ира Ивановна ушла на кухню и стала там сердито греметь тарелками. Славик взялся за тряпку, а Виктор Степанович отправился в фирму Заря. В ролях Мама Погребенникова Майя Суханова Славик Алексей Роу Папа Погребенников Ваш покорный слуга Костя Суханов Эти спектакли выходят при поддержке нашей слушательницы Регины. Спасибо ей огромное! Вы можете поддержать наше творчество переводом по номеру телефона Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь На Сбербанк или Тинькофф Или электронный кошелек Юмани Или Яндекс Банк Через СБП с любого банка без комиссии Из любой абсолютно точки мира можно поддержать через Бусти Ссылка в описании Также на ютуб канале актер Костя Суханов Огромное количество авторских книг, которые услышать больше негде Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь Это телеграмм, ватсап и номер, чтобы поддержать финансово До скорых встреч! Спасибо!